Северный Легион Обе команды попали под серьезный каток Касаемо Северного Легиона То уже по сути своими самыми главными лидерами этого дивизиона и чемпионата всего Северный Легион, который сейчас появляется на поле Они сыграли уже и со своими друзьями в кавычках командой Грифона И также сыграли с московскими патриотами на выезде Ну и честно говоря порадовать и себя и болельщиков особо не смогли В целом мы помним питерское дерби хорошее получалось первые полчаса Потому что Северный Легион даже 3-0 вел у Грифонов после первой половины И казалось, что если так они продолжат дальше сдерживать нападение более именитого соперника То будут все шансы на возможный успех Но вторую половину откровенно Северный Легион провалил И Грифоны без шансов для легионеров сыграли 28-3 С таким счетом Северный Легион уступил своим друзьям-соратникам Ген Российской Федерации сейчас Северный Легион Северный Легион Прозвучал гимн Российской Федерации Прозвучал гимн Российской Федерации. Мы ждем начало сегодняшнего матча. Итак, Северный Легион против Медведей. Про Северный Легион мы уже несколько фактов интересных отметили. А именно то, что два поражения пока что команда из Санкт-Петербурга имеет. Про поражение Грифонов мы уже с вами успели вспомнить. Но что касается их следующего матча, следующий матч проходил у них на пятой неделе против московских патриотов. И там, потому что пропустили они практически вдвое больше очков, а именно 44. Так плюс ко всему еще и ни одного не набрали. Так что пока в этом сезоне Северный Легион после двух матчей не имеет ни одного тачдауна. Что будет дальше, посмотрим. Сегодня, я думаю, с этой задачей, ну, должны по-хорошему, конечно, Легионеры справляться. Что касается Медведей, то пока что одну игру в сезоне они провели. И также попали под каток команды Грифоны. 7.53 у себя дома они принимали их на прошлой неделе. И с таким разгромным счетом все дело завершилось. То есть главный трейер команды Александр Малышев отмечал, что во второй половине какого-то взаимопонимания, честно, не хватило. И концентрация была потеряна. Потому что мы видели, что по ходу первой половины более-менее достойны сопротивления своим именитым соперникам. Медведя оказывали. Но вот в дальнейшем откровенно уже состоялся полный провал. Так что две команды, которые еще не знают радости победы, встречаются друг против друга. Если смотреть по турниру таблицы, то Медведя на шестом месте. Северный Легион на восьмом. Ну и сейчас время для Коэнтоса. Итак, Северный Легион будет принимать мяч. Все готово к началу этой встречи. Еще раз напомню, что это шестая неделя Лиги Американского футбола, премьер-дивизиона. First and Gold, сайт First and Gold отмечал этот матч как центральный. Ну, по сути, с точки зрения интриги, безусловно. Предположить победителя на сегодняшнюю игру довольно проблематично. Есть потери как с одной, так и с другой стороны. С одной стороны, естественно, это связано с тем, что не всегда команды могут на выезд собрать самый оптимальный состав. Но, тем не менее, есть именно проблемы со здоровьем у многих ключевых игроков Северного Легиона. Но, естественно, главная потеря по этому делу это рейнбэк основной команды. Но, опять же, посмотрим, как сегодня будет все дело обстоять. По поводу центрального матча я бы, может быть, немножечко поспорил. Но, с точки зрения статуса, с точки зрения того, что эта игра все-таки в рамках премьер-дивизиона, безусловно. Здесь никаких вариантов быть и не может. В целом, сегодня четыре матча состоится. Три из них это матчи премьер-дивизиона 1, дивизиона Волги. Он состоится через час. Матч Северный Легион Медведя открывает программу шестого, шестой игровой недели. Но, по поводу еще дальнейшего расписания. Буревестники будут принимать Столиваров. Матч в Самаре тоже намечается довольно любопытным. В дивизионе Волга. Ну и остальные два матча дивизиона премьер. Здесь, откровенно, есть явный фаворит. Есть явный аутсайдер. Рюнайт против Патриотов в 17-0. Лиф 19. Спартанцы против Бунтарей. Так что, с точки зрения интриги, еще раз повторюсь, безусловно. Противостояние Северного Легиона и Медведей. И это центральная игра сегодняшнего дня. Сегодняшний суббот. Суббота, которая, с точки зрения погоды, пока что довольно разнообразна. Буквально внутри себя. Тут и дождик поливает. Но сейчас солнышко вылезло. Так что, предсказать в этом плане, что будет с погодными условиями, проблематично. Придется командам ориентироваться по ситуации. Пошел возврат начального удара. Уход в правую сторону. До 30 ярдов практически, ну до 20 примерно, добрался Алексей Спирнов. 13 номер, возвращающий команды Северного Легиона. И первое владение этой игры с довольно неплохой стартовой позицией будет за хозяевами поля. Еще раз повторюсь, что основная задача для начала Северного Легиона, наконец-то, порадовать своих болельщиков тачдауном. Пока что, пока что без Онова приходилось обходиться. На позиции коттербека Дмитрий Шориков. Стартовый. Разыгрывающий команды. Санкт-Петербурга. Вкладка и вынос по центру сейчас. Захват. 23 номер команды. Владимир Кончуковский. Опять же, как мы отмечали, главной потери Рейненбэк команды Игорь Дементьев. Получил он травму еще в первой игре сезона. Против своей бывшей команды по злой иронии судьбы. И пока что не принимает участия. Еще одна выносная Камена. Сначала раз в левую сторону. Развивалась с удовольствием неплохо, но затем линия сумела сориентироваться. Сместилась относительно самих себя вправо. И захват устроила. Но мы видим, что третий даун. И на самом-то деле продвинулись буквально на ярд. Игроки Северного Легиона. Третий 11. Пока что погодные условия позволяют. Думаю, есть все смыслы, есть все резоны. Играть в какой-то степени пассовые розыгрыши. Но за предыдущие два мы не видели. Шорик Аф выходит из конверта. Пасс есть. Есть даже более того прием. Но очень быстрый захват 14 номера состоялся. Владислав Григорьев был на приеме мяча у хозяев. И есть набор трех ярдов. Но, естественно, что говорить о первом дауне не приходится. Четвертый и много. И розыгрыш панта вполне себе выглядит логичным и закономерным. Фрейндаут на стартовом владении в этом матче Северный Легион получает. Высокий пант. И пробивается мяч. Высокий снэп, вернее. Ну и пант тоже не низкий. Очень даже приличный в подобной ситуации. И мяч отскакивает за 30 ярдов. Даже очень-очень здорово все исполнено. Итак, время Медведей атаковать в этом матче. Вторая игра в этом сезоне. Ну и, по сути, сегодня мы впервые уже так полноценно поймем, чего же стоит и Северный Легион, чего же стоят и Медведи. Откровенно говоря, как вы сами уже вспоминали, матчи были с не самыми ровными соперниками. Но здесь соперники ровней не придумаешь. Первый 10 с 28 ярдов. Седьмой номер команды Медведей на позиции квотербэка. Мэтью Керши. И на первом розыгрыше. Три ярда набирают. Второй 7. У нас такая комбинация фамбал и подбирают его игроки Северного Легиона. Вот это да. На втором же розыгрыше в сегодняшнем матче допускает потерю Медведей. И приводит это к тому, что владение внутри Red Zone сразу же позиция прекраснейшая для нападения Северного Легиона Дмитрия Шурикова и компании. Тайм-аут берут Берет команда защиты. Безусловно, сейчас опять же отмечаем возможность великолепная для хозяев. Главдрейр команды Максим Лавренов. Так вот, главдрейр команды Максим Лавренов отвечал, что как продолжать СИЗО? Да все просто. Выиграть оставшиеся матчи, потому что, наверное, два поражения от своих соперников предполагались. Но вот что сейчас. Сейчас мы наставим комбинацию, но она быстро останавливается. Да, пока что вынос откровенно не проходит у хозяев. Это видно невооруженным взглядом. Три розыгрыша и все три, по сути, с потерями ярдов. Второй даун. Вкладка на раненбека и вынос в левую сторону. Снова очень уверенно против выноса. Обращая внимание, работает защита фронт-севен команды Медведей. Владимира Кончуковского последовала вкладка. Пытался в левую сторону по широкой траектории занести он мяч. Ну, если за счет, то он, по крайней мере, подальше от линии скримежа. Но вместо этого потеря еще приличного количества ярдов. Третий даун. Шориков выходит из конверта в правую сторону. Передача есть, прием. Но и есть, в принципе, моментальный захват. Особо далеко продвинутся. Алексею Спирдову не позволили. Четвертый даун. Ну что ж, позиция была подарена великолепная. Но реализация пока что момента. Реализация момента, она не работает. И мы видим, что приходится пробивать филд-гол. Евгений Недолуга сейчас попытается открыть счет в этом матче. Как вы уже отмечали, Евгений Недолуга человек, который имеет единственный в составе Северного легиона. Набранные очки. Его филд-гол в первой половине матча против Грифонов пока что остается единственным результативным действием Северного легиона в этом сезоне. Но сейчас есть возможность эту статистику неприятную немножечко разбавить. неудачный снэп и удар Недолуги не точный. Как-то сейчас не самая внятная работа спецкоманд. Вот команды-хозяйки поля. И 0-0 счет остается. Первый даун с 20 ярдов для Медведей. Посмотрим, что сейчас. Нужно, безусловно, какие-то выводы сделать после неудачного первого драйва, как мы с вами отмечали уже на втором розыгрыше. Допустили фамбл при неудачной вкладке в бэкфилде. Тайм-аут Медведей Итак, возвращается у нас игровое действие. Свой вид. Первый и 10 у. гостей. Шотган в построении. Кирше. Вместе с раненбэком в бэкфилде. Также два принимающих находятся с левой стороны. Двое было справа. Перестраивается. 18 номер команды Медведей. О, какой интересный сейчас побед кавалерийским наскоком, напрыгом, как угодно называйте. Пытался Алексей пугать, запугать своего соперника прямо вперед после этого слова. Второй даун. И на этом неудачно выносит Ирия от Медведей приличное количество ярдов. Второй и 13. Неудачный снэп. Мяч в землю ударился. Правда, флаг на поле. Передача точная. Есть. Нет, все-таки нет. Буквально ярда не хватило. Александру Кушелеву, чтобы первый даун обратно. Посмотрим сейчас, с чем был связан флаг. Флаг был выброшен красным в районе линии розыгрыша. Первая удачная, по сути, такая самая удачная комбинация сегодняшнего матча. На обе команды, между прочим, потому что мы отмечали, что у сервера легионов нападения не получается ничего ровным счетом, когда у них оказывается мяч. У Медведей. Один неплохой вынос, один фамбл. Фальстарт в нападении. Ага. Взаимоуничтожаются нарушения, и в итоге повторить второй даун придется. Овладение-то в итоге у хозяев поля. Интересный момент. Похоже, что-то на дальней бровке произошло, чего мы не увидели. И первый даун у хозяев. На все в недоумении находимся. Высокий снэп получился на Шорикова, и в итоге сэк получает, но очередной флаг. Довольно рано в сегодняшний матч флагопад, скажем так, начинается. Холдинг нападения. Вот подсказывают. Фамбл все-таки был у Медведей на втором дауне. Хотя, как раз, я видел, что практически прорвались они до линии первого дауна. И затем такая серьезная борьба завязалась на дальней бровке. И, похоже, вот в этой самой борьбе-то мяч игрок Медведей. Медведей, ресивер команды, и выронил. Ну, а Северный Легион, опять же, напоминаю, в холдинг получил нападение. И первый даун придется начинать с 25 ярдов. Шориков, пас по центру, есть прием. Посмотрим, куда прорвется. Далеко прорывается ради бэка, шли практически до первого дауна. Великолепная пасовая эквистрация по центру. Кончуковского все абсолютно в защите забыли. И Кончуковский добирается, посмотрим сейчас, до какой именно отметки. Но очень-очень хороший прием получился. Второй один. Все-таки буквально ярда не хватило нападению хозяев, чтобы первый даун заработать. Ну, отмечаю, что это их самое удачное действие в нападении в сегодняшнем матче. Безусловно, шотган построения Шориковой компании. Оффсайт. Первый даун сейчас автоматически заработают хозяева. Вторжение в нейтральную зону, если быть точным, но суть делать не меняет. Пять ярдов вперед и первый даун для нападения Северного Легиона. Ну что ж, вот и болельщик активизируется. Настолько, насколько это возможно. В Red Zone соперника в очередной раз, второй раз по ходу следующего матча вырываются легионеры. Шориков побежал сам свечом, здесь попал под своего линейного. Сумел вовремя послать его вперед в передостный смысле этого слова. На блок ушел слегка вправо, но тем не менее захват произошел. Ну, по крайней мере. По крайней мере, пару ярдов набрано. Комбинация интересная была сейчас нами рассмотрена. Второй даун. Ну что, с третьей попытки видно, что некоторые уверенности все-таки в атакующих действиях Северный Легион почувствовал. Сейчас две довольно неплохие комбинации, но, естественно, что с пасом на Кончуковского не сравнится. То, что мы видели сейчас, тем не менее. Второй даун. Второй 8. Шориков. Пас в правую сторону, но здесь совершенно никого не было. Вернее, может быть, даже и был, но явно не в позиции для приема. Третий даун. Третий даун. Третий даун. Третий даун. Шориков уходит из конверта Передача вправо И есть! Нет, все-таки нет приема Выронил мяч из рук Но это инкомплит, безусловно Тут это с общего плана было прекрасно видно Алексей Спирдов оказался в зоне приема И сказал, что Шориков передачу хорошую выдавал Аккуратненько в ручке ресивера Команды Северный Легион Но чуть-чуть цепкости сейчас не хватило Две неудачные комбинации подряд Приводят к тому, что на четвертом дауне Евгений Недолуга будет в свой второй филдгол Пытаться исполнить Первая попытка, напомню Оказалась неудачной, но там и спецкоманды в целом Сработали не лучшим образом Удар Ну и похоже, что все-таки первые очки набраны Да 3-0 сейчас становится Северный Легион Открывает счет в этом матче С третьей попытки Три нападения Два из которых заканчивались в Red Zone Одно из них закончилось набранными очками Но пока что это лишь филдгол Мы говорим о том, что Северный Легион Никак не может в этом сезоне Занести тачдаун Время, конечно, еще Сегодняшний матч будет предостаточно Еще целых три четверти Да и Время до конца Первый Приличное В любом случае пока отмечаем полную инициативу С точки зрения Я бы даже в большей степени сказал Именно защиты Северного Легиона Потому что Две форсированных потери Два фамбла Оба в опасной близости к зачетной зоне Своих соперников Ну и один из которых удалось в итоге воплотить Хотя бы в три очка Что уже неплохо для начала Чем ответят Медведев Медведев пока что Откровенно Самую свою лучшую комбинацию В сегодняшнем матче Превратили в самую худшую С учетом фамбла Но какая-то мысль в нападении В принципе присутствует И вот за этим понаблюдаем Но пока все контролирует Защиту Северного Легиона Вспоминается их игра против Грифонов Где также в первой четверти Ничего своим соперникам Они создавать не позволяли Возврат в левую сторону И добирается 20 номер Михаил Земсков Номинальный раненбэк команды Добирается он примерно До 24-х ярдовой отметки Даже до 25-ти И первый даун будет у гостей Опять же сайтферстый гол На сегодняшнюю игру С точки зрения прогноза Вероятности победы Предлагал 45% на 55% В пользу сегодняшних гостей Но пока по первым минутам Матча мы видим Что инициатива в целом В руках хозяев Но главное опять повторюсь Именно в руках защиты Флаг на поле Фальстарт в нападении Первый 15 Второй фальстарт Поход в сегодняшнем матче Ну вернее один фальстарт А то вторжение в нейтральную зону На линии скриминжа Немножко дисциплины не хватает В первых минутах этого матча Вынос хороший По центру Первый даун В данной ситуации Пятиярдовое нарушение Не помешало Заработать первый даун И краски Михаил Земсков Который начал эту атаку Возвратом Начального удара Продолжает уже В работе нападения Нет, все-таки Все-таки нет первого дауна Буквально ярд остался До заветной отметки Ай-формейшн Тяжелое подстроение Скорее всего под вынос Так И здесь На линии скриминжа Мы видим Не все так просто А в сайту Защиты Северного легиона И первый даун Повторилась ситуация Которая была на прошлом драйве Только в обратную сторону Когда за счет Нарушения на линии скриминжа Команде нападение Удается набрать Первый даун Чем сейчас и довольствуются Медведи Приближаются они постепенно К середине поля 40 ярдов И первый даун Шотган Построение Скрин пасс Но не хватило сейчас Цепкости рук Нет, приема не было По-моему все таки приема не было Фамбл Нет, по-моему все таки это инкомплит Да Фамбл Потому что судьи здесь зафиксировали Что пасс последовал Назад, а не вперед И в этой связи Первый даун Третий фамбл На трех владениях Третий фамбл На трех владениях У Медведей Продолжает Защита Доминировать Северного легиона На поле Спорят игроки Ну да, видимо Они считают Что пасс вперед был Ну сколько я понимаю Сейчас на повторе Вы сейчас все прекрасно видели И это был Это был Пасс назад Соответственно потери Соответственно первый даун Для Северного легиона Короткий пасс Вправо И инкомплит Владислав Григорьев В зоне Приема мяча Сейчас быстрый Релиз В исполнении Дмитрия Шорикова Мы наблюдали Второй Десять Вкладка и вынос По центру Довольно неплохой Пять ярдов точно есть Владимир Кончуковский Опять Как ни крути ситуация Третьего дауна Ни одного Третьего дауна Реализованного Северного легиона Сегодня нет Пора исправлять Наверное ситуацию Разумно Получится ли Посмотрим Третьи пять Построение Шотган Три принимающих Находятся С правой стороны И по крайней мере Вот одного я вижу Слева Но вынос по центру Нет Кончуковского захватили Где-то за два ярда До Линии первого дауна Очередной Неразыгранный Третий У хозяев Попытаются Четвертый разыграть Похоже да Похоже Северный легион Не рискует Выпускать кикеров В принципе позиция В данной ситуации Если здесь потерять мяч Наверное не столь страшна будет Но А попытаться разыграть Почему бы и нет В первой четверти Обозначить Возможно Некоторое психологическое Преимущество Со своей стороны Шориков убегает Ну С одной стороны Похоже Он первый даун все-таки набрал С другой стороны Был флаг Холдинг Штраф 10 ярдов Ну и естественно Что в данной ситуации Уже четвертый ярд Четвертый даун И будет исполняться Будет исполняться Пант Евгений недолуга На пробитие Хороший Высокий Пант Мяч опускается В районе 15 ярдовой Отметки И нет Все Останавливают его Сами же игроки Северного легиона И Довольно длинная Стартер позиция Будет у гостей Ну что ж Посмотрим Четвертое владение У гостей Три предыдущих С различной степенью Продолжительности Так или иначе Заканчивались Потерями Первые 10 Неплохая война Ну и ярдов 6 По-моему удается набрать Михаилу Зимскову Пока что видим Отмечаем Да что Михаил Зимсков Главный Человек в бэкфилде У Гостей Второй 4 Остается пройти Гостян В команде Московских медведей Ай-Формейшн Пас по центру И Серьезнейший удар После прячей Мэти Керши Получает Михел Янов Тайтэд Кабанды Флаг на поле Флаг на поле Тем не менее В очередной В очередной раз Совещаются Судьи Ну сегодня Решили Сразу взять Свою Лидию С первой четверти Ну пока Солнышко Есть В принципе Да Можно и погреться И никуда торопиться Особо не надо Но на самом деле Там же погода Довольно Довольно Своеобразная 15 ярдов Штрафа Для Северного Легиона И автоматически Первый даун Московским медведем Первый 10 Снова Айформейшн Скринпасс На Ну даже не скрин Такой короткий пас Вперед был На правую бровку И есть Проход с мячом Весь набор Несколько Количеств Ярдов Так Ну что из положительного Пока что для медведя Можем ответить Набор первого дауна Хоть и не совсем С их Скажем так Прямыми Обязаниями Это связано Но тем не менее Плюс ко всему Сейчас неплохой Розыгрыш нападений После короткий Переач В правую сторону Керш Еще один пас Снова туда вправо Что называется По скриптуре Шири действовать Раз уж проходит Будут играть и дальше Туда Ведь обратите внимание Что проходит Пока что Не может Слезный легенд Перестроиться На Вот эту историю И первый даун Нет Все таки Все таки Я так понимаю Что инкомплит Был зафиксирован И третий даун Будет У Гостей Холдинг В нападении Не все так просто Оказалось На самом деле Сейчас Далеко Далеко Придется отойти Динозад Медведем Второе 14 Ну что Снова будут играть Вправо Керш Пока что Удерживает мяч Нет За легкое Переач Вперед Ох Как близко Сейчас К перехвату Было Владислав Григорьев Насколько я понимаю Человек Который играет И в защите И в нападении Сейчас был На позиции Корнербека И ближе всех Квичу Было именно он Третий 14 Керш Еще одна попытка Паса по центру Над руками Над руками Ресивера Мяч прошел Александр Кушелев Справа Ну даже если Пяч поймал Далеко не факт Что сумел бы С ним Прорваться До линии Первого дауна Так что Заканчиваться Это нападение Медведем Ну безусловный Плюс Без потери Пошлось И есть возможность По крайней мере Сейчас позицию Стартовую Для Северного Легиона Организовать Подальше От своей зачетной Зоны Но отмечаем Что Здесь Ну в большей степени Здесь уже Наверное Некоторая Недисциплинированность Сыграла Своё дело Именно у Медведей Хотя Северный Легион Тасово тоже Этим компонентом Не блистал Ну что ж Решили Команды Обменяться Любезостью Продолжается Нападение Медведей Итак Неудачный розыгрыш Снеп Отмечаем Вернее Пант Отмечаем Работу Спецкоманд Медведей Которые Сами Предоставили Сейчас Такую Хорошую Возможность Проложить Атаковать Второй Второй Таймал 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 Берет Команда Медведей Ну что ж В дебюте Первой Четверти Итак Возвращаются Команды Команды На поле Керши Вкладка Но очень Быстро И своевременно Арханов Арзалиева Захватили Сейчас Ресивер Который Оказался В позиции Заднего Бегущего Третий Даун Более того Еще и потеря Примерно Двух Будет играть Медведей Первый И Вернее Третий И Десять Но У нас Наконец-то Первая Четверть Все-таки Завершилась Счет 3-0 В пользу Северного Легиона Пока что Если не ошибаюсь Самый затяжной Драйв Нападений Сейчас Демонстрирует Нам Медведь Хотя Опять же Вот так Получился Разорвался Надвое До пробития Панта И после Опять Пробитие Панта Было удачным Оно позволило Нападение Продолжить Это два Два Разных Драйва Как бы то ни было Долгое время Владения Мечом У Хозяин С 30 Ярдов У нас Чужой половине Поля Будут они Продолжать Третий Десять Им Необходимо Разыгрывать Продолжение следует Все Пока что Мы видим Заточен Вроде Как Подпасовую Комбинацию Уходит Керши Далекий Пас Влево Ух Рискованно Самоотверженно Но не точно И очень Было Близко К тому Чтобы Мяч Оказался В руках Игроков Северного Легиона Соещаются Там Судьи Не флаг Лид Но вроде Флага Не было Да Флаг Действительно Был И И Четвертый Даун Нет Третий Должен Быть Четвертый Да Четвертый Даун Да Все верно Третий Даун После нарушения Третий Двадцать Небольшая Пауза Итак Третий Двадцать Играет Команда Медведей Ну что По сути Надо играть Такой же Длинный Пас Но Желательно Поточнее Играет Керши И снова Перебрасывает Откровенно Своего Принимающего Более того Там Это перехват Это был Нес так Уж далеко Никита Казаков Был готов К тому Чтобы этот Мяч Перехватывать Немножко В противоход Все Дело Пошло Четвертый Даун Ну и теперь Никаких Других Вариантов Нет У Медведя Кроме Как Пробивать Пант Правда Вспомню Что в Прошлый Раз Этот Самый Пант Ой 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 Накрыт Накрыт Мяч И Владение Будет У Северного Легиона С центра Поля Очередной Не самый удачный степ Сегодняшний матч Причем Грешат Этим И Хозяева И гости Но сейчас Все С самого Начала Пошло Не так И Первый Десять Даже Более За Серединой Поля Стартовая Позиция Очень Здорово Работа Спецкоманд Но Пока Что Сравни Работ Спецкоманд Тут Уже Отметились Одни Другие Северный Регион Сейчас И Медведи До Этого Когда На Панте Сумели Себе Заработать В Дальнейшем Но Начинается Все С Не Само Удачного Выноса Второй Тринадцать Ну Как-то Надо Закреплять Успех Я что Хозяевам То Что Пока Есть У них Преимущество По Игре Но Счет 3-0 Это Слишком Скользкая Вещь И Перехват Перехват Бросает Дмитрий Шориков И Мяч Будет У Медведей Вот Опять же Здесь Мы Видим Что Во Время Приема Перехвата Уже Сел На Колено Игрок Медведи Поэтому Сразу Свисток Прозвучал Даун Бай Контакт И Первые 10 К сожалению Дальше Продвинутся Медведем Ну что ж Вот и первая Потеря В сегодняшнем матче У Северного Легиона На Их Нападении Передача Первые Первые 10 Передача Керши По центру Перехват Перехват Аккуратненько В руке Игрока Северного Легиона Владислав Григорьев Ну что ж Перехват На Перехват Получилось Так Внутри Всего Этого Дела Медведем На Одной Пассовой Комбинации Хороший Первый Даун Разыграть Первые 10 Центра Поля Суммарно Уже Огромное Количество Потерей Мы Видим У Медведя Эта Потеря Четвертая У Северного Легиона Первая И плюс Еще На Спецкомандах Тоже На Панте Пустили Легионеры Своё Владение Огромное Количество Ошибок За Первую Половину Этого Матча Пока Что Меньше Такого Зрелищного Футбола Мы С вами Наблюдаем Больше Технических Недочетов Но Еще раз напомню Что Все-таки Встречается У нас На данный Момент Две команды Занимающие Нижнюю Часть Турдира Таблица Пример Дивизиона Первый И Десять С С Тридцати Пяти Ярдов Начнет Своё Нападение Северный Легион Передача Влево Да Что ж Такое Ну Не держится Никак Казаков Сейчас Оказался С левой Стороны В зоне Приема Оторвался От своих Опекунов По крайней мере Принимать мяч Мог вполне себе Спокойно Второй Десять Шорик Холдинг Холдинг Нападение Десять Ярдов Назад Второй Двадцать Будут Разыгрывать Хозяева Шорик Шорик Короткий пас И здесь сейчас попытка прорваться из глубины Пока что дается это делать Вмещение в левую сторону Ну и есть набор первого дауна Богдан Сайженков Второй двадцать реализуют Грифоны Оу Грифон Северный легион Прошу прощения Первый даун Первый десять И что ж пока я думаю Это самый зрелищный розыгрыш Сегодняшнего матча Передача Вот это да Сейчас как черт из табакерки Мяч выскочил Сначала в руки Владиславу Григорьеву Потом уже из них Очень было близко Поймай мяч Владиславу Григорьеву Все и чисто поле До зачетной зоны Второе десять Риснули Сейчас сыграли Я думаю Что все оказались В некотором шоке От того Что мы сейчас увидели От этой пасовой комбинации Дмитрия Шорикова Низкий степ Шориков Получает блок Но и здесь Самому бежать придется Да уходит он Вправо Вправо И буквально ярда Не хватило ему Для того чтобы Набрать первый даун Интересные истории От Дмитрия Шорикова Сейчас начались И длинные передачи Которые периодически проходят И сам он Активизировал свой Мотор Далеко не первый раз Сегодня Набирает он ярдой ногами Или пока нет Пытается это сделать Третий и два все-таки За два ярда То первого дауна Вышел мяч вау Третий Шотган Шориков Вкладка И по центру Вынос Великолепный вынос Здесь уже деваться Просто некуда Там два То и три игрока Медведя окружили Владимира Кончуковского Ну что ж Все ближе и ближе К своей заветной цели Хозяева Первые десять С двадцати ярдов Шориков Пас по центру Есть Комплит Еще один набор ярдов Владислав Григорьев Снова на приеме Первый гол У хозяев Вынос Какое решение Примут судьи Сейчас Сейчас А-ля регби У нас такое Столкновение Флаг Похоже Какое-то неспортивное Поведение Примут судьи Примут судьи Высняют пока Что арбитры Что да как Примут судьи Примут судьи Примут судьи Продолжение следует... 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 Попытался сделать все, что мог Квотербэк Медведей Тогенкомплит, второй 10 По такой погоде тут пока что Возникнет еще одна пауза Потом расскажу, что хотел Пока что вынос по центру Хороший прорыв Продолжается И ярдов 8 набрано 7-8 Михаилом Земсковым Третий даун Еще два осталось Пройти Медленно, но верно Медведи продвигаются вперед По полю Перестраивается танзет Усиливает левую сторону Вкладка И вынос С набором первого дауна Но флаг на поле Но флаг на поле Холдинг 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 в нападении 10 ярдов назад Да, тут можно разбивать Да, тут можно разбивать палатку с пледами и зонтиками И такой хороший бизнес забутить на самом деле Причем первые три матча Причем первые три матча в Санкт-Петербурге уж точно Да, и в плей-офф тоже Хотя, кто знает Может и в июле месяце будет такая же погода Так что на самом деле Тут надо как-нибудь подсуетиться И такой бизнес хороший устроить Что Потом разбогатить на всю оставшуюся жизнь Вынос сейчас В левую сторону Вынос, который не позволяет много ярдов Ну, позволяет ярды добрать Ну, естественно, не те, которые были необходимы в данной ситуации Четвертые шесть Пан будет пробивать Команда Медведей Да, ко всем Ко всем бедам Погодным Еще игра у нас, да, не самая лучшая Ну и пан Сейчас отвратительный Назово вещь своими именами 43 ярда Стартную позицию Северного легиона России На горы Команда Медведей Команда Медведей Незавожен Команда Медvu Северного легиона Уна Приж brand Кемпiph Северным легиона По James Первые 10 у Северного легиона. Шориков, пас по центру, но на одну руку. Не водил бэк, чтобы такие мячи принимать. Владислав Григорьев. Второе 10. Так, второй даун. В основе Шотгана, Шориков, скрин, пас вправо и перебросил сразу же Григорьева. Пока же мы видим, что практически все комбинации именно пасовые, заточенные под 14 номера, хозяев, но далеко не всегда они оказываются удачными. Даже наоборот, в большей степени они оказываются неудачными. Третье 10. Шориков, передача длинная, влево. Ну, откровенно перебросил, хотя тут очень классно сейчас Богдан Сайженков. Очень классно оторвался от своего опекуна. Флаг на поле, по-моему, грубый, против пасующего или что-то там пока было. Скорее всего, грубый против Коттербека будет зафиксированный. Пока что Шориков не поднимается с газона. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, смотрим еще раз. Да, это безусловно грубость против Коттербека. Сомнений нет никаких. Ну, поднялся, слава Богу, Дмитрий Шориков пока что на этот розыгрыш его заменят. И Дмитрий Шипилов появится. Дмитрий Шипилов. Здоровья, естественно, пожелаю после такого серьезного удара Дмитрия Шорикова. Нужно безусловно время, чтобы прийти в себя. На другой стороне свежий воздух. Он сейчас самый свежий из всего того, что мог быть в этом матче. Сейчас, возможно, пойдет на пользу. Ну, конечно, опять же, сыграно было достаточно жестко. Первый даун. Дмитрий Шипилов на позиции Коттербека. Вкладка и хороший вынос в левую сторону. Великолепные гэпы были предоставлены. Все классно, все здорово. И захватывают в итоге Андрея Глухова в районе 25 ярдов. Постепенно, потихонечку, бигплей начинается проходить в большей степени именно у хозяев. Ну и у нас Шорик в тополе вернулся. Все в порядке. Один розыгрыш пропустил, пришел в себя. Плей-экшен, передача влево. Есть прием, но быстренько Никиту Кузакова пригвоздили газон. Второй два. Перестраивается ресивер на правую сторону. Шориков уходит также вправо. И передача. Первый даун. Напомним, что в прошлый раз, примерно в такой же ситуации, когда находился Северный Легион, закончил все это дело фамблом. Время исправляться. Пока очень... Ну, кажется, дошли вот это самое... Взаимопонимание в нападении хозяева. И во второй четверти очень грамотно действует. Гораздо грамотнее, нежели в первую 12-минутку. Первый гол. Впереди, успели. Поехали. Впереди, успели! Впереди! Шориков, передача короткая Нет Да, тачдаун Тачдаун Северный Легион заносит свой первый тачдаун в этом сезоне С чем мы поздравляем подопечных Максима Лавренова Счет становится 9-0 в пользу хозяев Прошла пассовая комбинация Очередной раз, опять же, вот эту систему пассовую Удалось по ходу игры наладить хозяевам Евгений Недолуга будет на пробитии одноочковой реализации И забивает Забивает Евгений Недолуга 10-0 Счет к концу второй четверти В пользу Северного Легиона Ну что же, логично, в принципе, все Преимущество у хозяев имело место По ходу этой игры По ходу этой первой половины И 10-0, может быть, в какой-то степени даже меньше Но, правда, флаг на поле В какой-то степени меньше Из того, что могло произойти с медведями В этой В этой 24-х минутке Но Отменяется флаг Одноочковая реализация точно 10-0 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Над Недолуга мощнейший начальный удар И тачбэк Ну что же, медведем Пора приходить в себя Да, погода совсем не московская И на них она явно не будет действовать Явно, как могло быть Но нужно как-то ориентироваться по ситуации Полторы четверти Достаточно, наверное, для акклиматизации Сейчас пора браться за дело Если они хотят рассчитывать на какой-то серьезный результат в этом матче ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кершев вкладка Вынос по центру Ну и там споткнулся Показался даже неудачный Михаил Земсков Пять ярдов набирается Этим выносом От тренинбека Медведя Второй пять Фальстарта Суть почему будет в нападении Отодвигается на пять ярдов Назад Нападение Медведей Ну и по сути говоря Вот тот вынос, который мы видели На первом дауне Сейчас нивелировался Нарушение Субтитры сделал DimaTorzok Третий даун Вынос Очень хороший вынос Первый даун После двух ядачных розыгрыш Удалось сконцентрироваться Медведем Первый десять Сорока Еще один вынос В левую сторону Сейчас удается на линии скриммиджа Остановить все это дело Один ярд набран Второй и девять Двухметрное предупреждение Хороший знак Итак Медведи Остается не так много времени В этой четверти В этой половине Чтобы Набрать свои первые очки Нужно как-то активизировать Силы Передача Скрин пас был влево Нет Здесь прорваться не получается По флангу Треть и девять Вкладка И пошел вынос В левую сторону Нет Далеко не убежал Михаил Зимсков Остановили его Прямо на той же Отметке Откуда и начинался Розыгрыш Четвертый даун И пант Будут Пробивать Гости Ну что ж Ничего не получается У медведя Откровенно говоря В нападении Причем с каждым разом Такое ощущение Что все хуже и хуже Хотя казалось бы Три владения Три потери Куда может быть хуже Но это именно С точки зрения Результата С точки зрения Развития игры Медведи Наблюдают Некоторая деградация Ну или все-таки Будут играть Четвертый даун Ну Не знаю На своей половине поля При все-таки Относительно Приличном количестве Времени У Северного легиона Стоит ли Ну считаю Что стоит Нет Все-таки панк будет Панк конечно будет Но Видимо договорили Чтобы Степ хороший получился Или какой-то тут Или что-то задумали Евгений Ли Будет исполнять И панк Низкий Выходит Мяч в аут Примерно С 33 Ярдов Еще и флаг На поле Отменяется флаг Ветром Сдуло Наверное Флаг Бывает такой Флаг В Петербурге Итак Первые 10 Северный легион Ну по крайней мере Держать мяч Главная Сейчас наверное Задача Хозяев Не потерять его Спокойно Оставить его Под своим контролем Мы уже С чистой душой Отправляться на перерыв Который вот-вот Наступит Да Вон остальная комбинация Причем здесь сейчас слева В принципе такое свободное пространство Развернулся в центр И прорвался Глухов На 5 ядов Ну и таймалт берет Северный легион Второй 4 Ну что ж Действительно Если тайм-аут был взят То А если Хотя бы До филдгол рейндж Дойти Задача Есть У северного легиона Пытается Извлечь максимум Из оставшихся Из оставшегося времени Этой первой половины Задача 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 Шориков уходит вправо Передача Ох сбит пас Мяч неплохо шел Чуть возможно ниже Такого необходимого Расстояния от земли Но тем не менее Как Коршун бросился на этот мяч Игрок с защиты Медведя И избил его Третий даун Пока время остановилось И здесь не нужно никаких таймаутов тратить Хотя М1 оставался у Северного Легиона Если ничего не путаю Третий даун Три принимающих справа И один слева Сейчас Шориков пас налево Перебросил Перебросил все-таки Богдана Серженкова Четвертый даун Ну и здесь уже разыграть-то Смысла особо, наверное, и нет Книда Луга будет пан пробивать Еще какое-то время Чисто теоретически Медведи может остаться Высоко Нет, с точки зрения пробития пантов Книда Луги вообще вопросов нет никаких Очень здорово Все это исполняет Ну что ж, уйдет Все-таки чуть-чуть не хватило Ушел мяч Зачетную зону Весь могла быть стартовая позиция Медведей Примерно с одного ярда Первый даун с 20 ярдов У Медведей Кладка поевынос по центру Че на грани фамбла Играют Игроки-медведи Нет, мне кажется, что им сейчас Нужно Жизнь необходимо просто довести Вот этот минус 10 До конца первой половины И в перерыве Подумать Над своей игрой Особенно касаемо нападения Все Дорогие друзья На этом заканчивается у нас первая половина Со счетом 10-0 Северный легион В матче шестой недели Лиги американского футбола Обыгрывает Московских Медведей Мы с вами будем По-прежнему Выходить в Санкт-Петербурге Но через небольшую паузу Возвращайтесь И Питер против Москвы Будут продолжать свое противостояние Перерыв Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они смогли набрать очки еще по ходу первой половины Здесь же пока защиту Северного легиона пробить не получается 10-0 Напомню, что у нас встречаются две команды, которые занимают нижнюю часть турнировой таблицы Северный легион имеет 0 побед, 2 поражения после двух игр У Медведей 0 побед, 1 поражение после, соответственно, одной игры Сегодня кто-то, наконец-то, сможет одержать победу Пока что ближе к этому и по счету, и по игре именно Северный легион Мощнейший захват Досталось сейчас квотербэку Медведей Мэтью Керши Стался он в сторону уйти И получил он серьезный удар Второй 12 Вкладка Керши и уходит в правую сторону Рейнбэк Один ярд пытается набрать Михаила Земскова Флаг на поле Дохват за маску 15 ярдов В защите Северного легиона И аккуратненько так, как от центральной линии поля Судьи подвели Эту атаку Первые 10 Будут играть Гости Медведей Мэтью Керши и уходит в правую сторону Рейнбэк Вторые 10 У Медведей Фальстарт Да, нарушение было у нападения По-моему, ДЛФ Геймис Сейчас ничего не перепутал И 5 ярдов назад Второй 15 Будут играть Медведи Еще один флаг Сразу же выскакивает Здесь получает сек Мэтью Керши Но флаг был Был флаг Ну и похоже, что там чуть ли не холдинг Сейчас будет А, фальстарт 5 ярдов сначала 5 ярдов за тем И так это двигает Ага Фальстарт Нелегальная формация была у хозяев У гостей У гостей У московских Медведей Третий даун Так далеко они уже отодвинулись Значительно далеко Айформейшн Керши Передача далекая И прием Да, прием есть Но чуть-чуть Не хватило до первого дауна Михельянов Тайтэнс команды Выловил сейчас этот мяч Четвертый И три И будет играть Московская команда Четвертый даун Что в принципе Наверное логично По такой ситуации Очень хороший пас прошел Керши Уходит из конверта Еще одна передача Далекая Перебросил Перебросил Он своего тайтэнда Еще раз пытался разыграть Пасовый комбинатор На Михаила Янова Но в отличие от прошлой попытки Пас оказался не точным Очередной флаг похож Продолжение следует Ну что ж Пас не точный Но при этом Владе не будет У Медведей продолжаться Нарушение у У хозяев Интерференция паса И первый даун Керши вкладывает мяч И вынос по центру Не проходит Быстренько Скрутили по рукам И ногам Михаила Земского Второй и семь Керши Керши удерживает Пока что мяч Сам Передача Влево Вернее вправо Как раз Под линию первого дауна Но передача не точная Третий Предстоит разыгрывать Медведя Продолжение следует Передача еще одна И есть прием Прорывается Тайтэн Тачдаун Вот это да Тачдаун Медведей И счет становится 10-6 Ну смотрите На этом розыгрыше очень много комбинаций Медведей был заточен именно на пас Именно в сторону Михаила Янова Это был второй его комприд за этот драйв Еще в одной ситуации На нем был заработан пас интерференс Который продолжил нападение Или все-таки еще нет Нет, все-таки похоже был выход в аут Еще нет тачдаун Все, да, все нормально И филгол точен 10-7 Евгений Ильи Отмечается одноочковой точной реализации Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что ж, 10-7 Медведи все-таки нашли пока что свое Ну в этой ситуации Свое оружие Которым они попытаются Все-таки разорвать защиту Северного легиона Ну и так получилось стартовый драйв В четверти В итоге удалось довести до завершения Максимально возможного До тачдауна 10-7 Поздравляю Михаила Янова Тайтэнда команды Из Москвы С пасом Пойманным В зачетной зоне Икс-фактор этого драйва Безусловно именно 82 номер Медведей Начальный удар Готовится пробивать Есть захват Так и возврат Смещение вправо Неудачный тэкл Продолжается И все-таки выходит ваун Деваться уже было От особо некуда Алексея Смирнова И первый даун у хозяев Чем ответят Первое их нападение В этой половине Вкладка Но быстренько этот вынос Сейчас остановлен Еще и на грани фамва Но вроде все обошлось Вместо мяча Вылетел шлем И Приподнялся Но мы видим Что прихрамывает Андрей Глухов Покидает он поле Значит серьезно Досталось ему От линии Защиты Медведей Передача На грани перехвата Быстрый релиз Не все успели от него помниться Третий 14 Шориков Пас по центру Есть прием Что дальше Уходит влево Разрывается вперед И первый даун Владимир Кончуковский А все-таки Тайм-аут Северного легиона Все-таки четвертый даун Буквально ярда еще не хватило Для того чтобы Заветную линию пересечь Ну и сейчас Максиму Лавренову Компании Нужно да Действительно Обсудить этот момент Скорее всего Будут его разыгрывать Буквально ярдвигать Это не все-таки Северного легиона Северного легиона Максима Итак, вернулись команды на поле. Четвертый один. Их оттербэк с них играют. И фамбул еще плюс ко всему. Нет, нет, реализации четвертого дауна нет. И владение переходит к медведям. Что ж, риснули, сыграли четвертый на своей половине поля. Коттербэк с них играют. Коттербэк с них играют. Коттербэк с них играют. Игроки в итоге завершили все это дело ничьи, по большому счету. Коттербэк с них играют. Второй один. Возвращаемся на поле. Керши. Передача направо. Еще не в центр. И быстро останавливается это дело. Третье и четыре. У москвичей. Возможность пройти вперед. И очень неплохой второй драйв подряд. Организовать в своей команде. Своим нападением. Керши. Передача направо. Полное недопонимание сейчас между ресивером и квотербэком. Четвертый. Играть четвертый собирается что ли медведя. Ну похоже тайм-аут там пока. Тайм-аут берет медведя. 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 Итак, четвертый даун Медведи решают разыгрывать все-таки Но посмотрим Насколько этот риск будет оправдан Так, офсайт Фальсарт Даже фальсарт все-таки в нападении Ну что же А четвертым и девять не собирается все-таки играть Керши, передача налево Ой, как один оказался Но Но поймать мяч не сумел Снова была комбинация в сторону Михаила Янова Оказалась она не точная И потеря на даунах У команды гостей Рискнули играть четвертый Ну и время нападения Северного легиона достает Первые десять будут они играть Шориков Плей-экшен Передача Ой-ой-ой Никит Казаков Не задержал мяч Микротравму игрок Команды Медведев получил По-моему Дмитрий Луференко Ламбекер Москвичей Продолжается забег Так и Ну пять ярдов По-моему набра Третьи пять Шориков уходит вправо Передача На бровку И перехват Перехват бросается И возврат Ярдов Примерно на десять Пас Аккуратненько в руке Оревжону Маматкулову Ламбекеру Медведей И Потеря Перехват Дмитрия Дмитрия Шорикова Первые десять У гостей Довольно быстро Вернули они себе Мяч Хороший вынос Смещение вправо И захват Первые десять Причем до зачетной зоны Чуть больше десяти ярдов Буквально Тринадцать Ну что ж Медведя развивает Свой успех Добытый в дебюте Третьей четверти Сейчас полностью Они владеют Инициативой Обратим внимание На Михаила Земскова Который в бэкфолде Находится Плей экшен Уходит Керша уходит Уходит от захвата Передача В зачетную зону Перехват Вот это да Обменялись Любезностями команды Через одну Комбинацию Керша решил Вернуть Пять Своим соперникам Бросок Аккуратно В руки Защитника Северного легиона Но правда Второй вопрос В том что Сейчас довольно тяжелая Стартная позиция Будет у Северного легиона Буквально Ярда Три-четыре Четыре ярда Вот свои зачетные зоны Три-четыре Три-четыре Дмитрий Шориков Дмитрий Шориков Перебросил Богдана Саиженкова Дмитрий Шориков Второй четыре Второй десять С четырех ярдов Пока что позиция не улучшается Никаким образом Здесь нужно очень внимательно Следить за снепом Передача Ой-ой-ой Но мяч аккуратно В руки Саиженкова Ушел Второй Его не самое удачное действие Первый раз до мяча Не добежал Хотя конечно Здесь переброс Тоже небольшой был Со стороны Квоттербек А сейчас мяч Который шел аккуратно Ему В номер Зафиксировать Не смог Третий день Десять Выходит Шориков Передача по центру И есть комплит Свободное поле Дальше прорывается И вперед Бежит Чисто поле По левому краю И это будет тачдаун Северного легиона Счет становится 16-7 Алексей Смирнов Потрясающий розыгрыш Ход гениально На третьем дауне Находясь в четырех ярдах От своей зачетной зоны Да рискнули Шориков долгое время находился С мячом Причем в опасной близости К своей зачетке Вышел из конверта Бросил мяч И Алексей Смирнов Побежав все поле По сути Так скажем так По диагонали Добирается до Заветного Тачдауна Пока что совещание судей Флаг на поле Да лежит Флаг на поле Ну судя по всему Раньше времени мы с вами радовались Этому Бигплею Отменяется Флаг и тачдаун Все Судьи решили сейчас все В пользу Хозяев поля 16-7 И Тачдаун Алексея Смирнова Который должен Входить Безусловно Хайлайты Этой недели Ждем 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 Но это будет Чуть позже 16-7 Важнейший Тачдаун для Северного Легиона Немножко встряхнуть Себя Немножко Сбить Темпу Медведя Которые Набрали форму И по сути Инициатива Это в третьей четверти Владели Но вот такой Серьезнейший Удар По Серьезнейший Удар По гостям И пробиваться Сейчас будет Евгений Недолугов Одноочковая Реализация Он точен 17-7 Называется Всем тачдауном Тачдаун Сейчас исполнил Дуэт Шорликов И Смирнов Начальник Удар И возврат Земскова Ой какой Захват Хороший На 15 ярдах Его останавливают Да И плюс Ко всем бедам Медведя Которые с ними Случились За последнюю минуту Сейчас еще И длинная Стартовая позиция У них Продолжение следует Продолжение следует Второе 10. Сингл-бэк и вкладка. Очень быстро вынос останавливается. Земского схлопнули. В районе линии скримиджа. Ну что же. Не могут пока что медведи найти. Какой-то толчка к возвращению в эту игру. Ну вот возможно сейчас он будет на третьем и 10. Керша, передача. Ой-ой-ой. Как сейчас можно было не поймать этот мяч? Спрашивается. Михаил Янов, которого мы отмечали на самом результативном драйве медведя. Единственном результативном драйве в этом матче. Сейчас допустил откровенно ошибку. Четвертые 10. С трех попыток на один ярк продвинуться не удалось. К гостям. Не придется панк пробивать. Неудачный план. И владение будет. За северным легионом. На чужой половине поля. Первый 10. Шоган, построение. Передача по центру. Перебросил. Сейчас Шориков Владислава Григорьева. Второй даун. Заводятся болельщики. Поддерживают свою любимую команду. Разогреть друг друга тоже так неплохо было бы. И вынос останавливается сразу же после вкладки Шорикова на Глухова. Два игрока защиты. Медведей. Прыграли путь. Вперед для раненбека. Текл фо лосс. Третий и 12. Передача. Ох, как сейчас классно отклеился по правой бровке. Никита Казаков. Но перебросил его Дмитрий Шориков. При точной реализации данного момента вполне себе мог бы даже и тачдаун состояться. Четвертый даун. Ну что ж, обменялись командой фри даут именно в сей раз. Причем, если медведи просто никуда не двинулись, то... Так. Фейк филд гол. Нет, ну здесь, конечно, на четвертом и 12. Так, сейчас у нас, похоже... И судейские решения будут, послушаем. Да. Он вообще, не ногиに. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, сложная позиция для удара... Опять фейк... Опять фейк... Что-то интересное... Ну и... И захват... Два раза попытались обмануть сами себя... Игроки Северного Легиона... В итоге теряют мяч... Практически в районе центра поля... На этом заканчивается у нас третья четверть... 17-7... Самая результативная четверть... Сегодняшнего матча... Ее мы с вами посмотрели... И после небольшой паузы... Ждем начала четвертой... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаемся на поле... Первые десять у Медведей... Примерно 42 ярдов... Вынос по центру... Не самое удачное действие... Ну, по крайней мере, несколько ярдов удалось набрать... Второй шесть... Ну, для первого дауна, конечно, сойдет... Естественно, что Медведев нужно активизироваться... Два владения они выступают... Филгол и тачдаун... При обычном стечении обстоятельств... Вынос влево... Первый даун... Первый десять... Еще один... Еще один забег влево... Там сейчас какая-то... Какая-то красная ковровая дорожка постелена игроками Северного Легиона... Для Медведей... И уверенно они там проходят... Набирают ярды с каждым разом все больше и больше... Второй семь... Ну, второй три... Семь ярдов набрано и три остается набрать... Вынос... Первый даун... Решили немножко спинить сейчас курс... Движение вперед... Три подряд комбинации на левую сторону... Сейчас по центру... Тут травма... Досталось Рененбеку... Медведей... Михаил Шумихин... 18 номер... Покидает пределы поля... Но Медведей первый даун... И так постепенно... Продвигаются вперед... Уже... Осталось чуть больше 30 ярдов до зачетной зоны... Первый десять... Сейчас вынос не совсем удачный получился... Тридцать четвертый номер... Денис Халимов... По-моему, впервые по ходу в следующем матче видимо его на поле... В активных игровых действиях... Набрал он три ярда... Второй семь... Вкладка еще одна... А нет... Это был фейк... И передача... В... Тридцать четвертый... Тридцать четвертый... Тридцать четвертый... Вот мы видим, что как только не задействует... Действует полноценная Мэтью Керша на паслых комбинациях. Тогда игра идет у Медведя. Тогда с этим проблем нет. Перестроение. Вкладка. И все на этом. Ну хотя может четвертый попробовать и реализовывать в принципе. Потому что здесь набрано еще порядка двух ярдов. Четвертые пять в позиции не так уж и далеко от зачетной зоны. Ну или по крайней мере филдгол бить. Хотя потому что мы сегодня выйдем в исполнении Евгения Ли. Лучше играть четвертый дал. Флаг. Задержка игры у хозяев. Не успели начать розыгрыш до окончания времени на него. И отодвигается назад на пять ярдов. Четвертые восемь. Все равно будут играть. Ну наверное что в такой ситуации еще делать то остается. Тайм-аут. Тайм-аут. Тайм-аут медведей. Необходимо конечно сейчас обдумать в эту комбинацию. Придумать пути преодоления этих восьми ярдов. А при самом удачном стечении обстоятельств еще и сразу одним махом тачдаун заработать. Потому что позиция в целом позволяет играть комбинацию в зачетную зону. Ну наверное основная задача именно реализации четвертого дауна. Медведя. Потому что все-таки садусь рисковать уже в принципе можно. С другой стороны наверное еще времечко там небольшое будет. Если не станут реализовывать четвертый. Ну вернее так. Реализуют но не сильно. И так. Построение шотган с двумя принимающими справа и одним слева. Передача Керши в ноги. В ноги своему тайм-энду Михаилу Янову. И потеря на даунах у гостей. И так первые 10. Северный Легион 10 очков введя. Имеет возможность развить свой успех. Естественно здесь уже можно подумать и над контролем времени. Шориков уходит. Ну и сам похоже побежит с мячом. Да побежал в поправую бровку. Шориков первый даун. И все-таки вышел в аут. Да вышел в аут. Примерно за полтора ярда до заветной линии. В любом случае отмечаем сейчас хорошую работу ног в исполнении Дмитрия Шорикова. Один ярд даже остался. Второй один. Дорогой не навестите! Идем! Айпань! Айпань! Следующий секс для тебя, детка! Вкладка и по центру. Прорыв! Отличный прорыв! Захват на центре поля. Андрея Глухова. Две комбинации хватило Северному легиону, чтобы преодолеть середину. Середину. Первые десять. Шориков по центру. Вот это да! Прошла передача на Алексея в Бондаре. Сейчас в кое-то веке стоит Тенда задействовать. Еще один первый даун. На кураже действует нападение Северного легиона. Три подряд великолепейших розыгрыша. Сейчас вынос останавливается. Только пять ярдов набирает. Второй пять. Шориков. Пряча влево. Есть прием. Раненбэком. И прорывается вперед. Первый даун. Владимир Кончуковский. Вот так вот. Первый десять. Продолжается нападение Северного легиона. Ярдов тринадцать осталось до зачетной зоны. Шориков уходит вправо. Но самому же на это бежать. Да, сам побежал. Мяч удержал. Все хорошо. Второй и три. Так, сейчас точно было нарушение. Похоже, что фальстарт нападения. Шориков уходит в для сих. В качестве фальстарт нападения. Какого же на это бежать. Продолжается западения. Какая-то цена. Чтобы это было. Таниске, это было нарушение. Если это было сделать. Ну, да. Денадцать... а в сайту защиты вот это то половина расстояния зачетной зоны шориков уходит влево передача в угол тачдаун тачдаун северный легион и счет становится 23 7 никита казаков активизировался северный легион пошло у них во второй половине с точки зрения реализации своих моментов многочисленное количество флагов вылетело м одноочковая реализация готовится мимо евгений долог ушел мяч правей стойки ворота и 23 7 счет остается м но по сути это не забитая одна очковая реализация существенных каких-то коррективов пока что не вносит потому что преимущество у меня у северного легиона солидная 16 очков ну то есть при самом удачном стечении обстоятельств это два тачдауна с двумя двух очковой реализации тачбек тачбек Продолжение следует... 20 ярков стартовой позиции «Медведи» на своей половине поля. Флаг выброшен. Флаг выброшен был на левой кромке. Ну, там фамбл был в игре. Посмотрим сейчас, какое решение примут судьи. Но, похоже... Да, да. А, фальстарт был. Был фальстарт у нападения от этого... Нелегальная формация. Отказываются от этого нарушения легионеры и мяч у них. Дрож, есть возможность такой финальный гвоздь в крышку «Медвежьего грова» вколоть в сегодняшнем матче «Северному легиону». Позиции для этого великолепные. Шариков. Шариков. Передача. Тачдаун. Одной комбинации. Вышел Шариков вправо. Сделал пас в угол зачетной зоны. И... Заносит мяч Владислав, ловит его Владислав Григорьев. Счет становится 29-7. Это нокаут. Это нокаут окончательно и бесповоротный в сегодняшнем матче. Северный легион... Идет на свою первую победу в этом сезоне. Недолуга. Недолед. 29-й счет остается. Второй подряд. Одночковую реализацию Евгений Недолуга не реализовал. Доброе утро. Продевать недолуга. Так, реверсы в левую сторону прорыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, накомменация нападения. Ну и пытаются выносом сейчас играть. Особо пока что не рискуют медведи. Второй 8. Вкладка и вынос в правую сторону. Михаил Земсков, что-нибудь самый заметный персонаж на поле в составе медведей. Самый результативный, я бы сказал. С точки зрения цифр, конечно, самый результативный тайтенд команды Михаил Янов, который поймал тачдаун. Но именно с точки зрения работы, с точки зрения метности на поле, все-таки я броненбека Михаила Земскова сегодня отметил в составе медведей. Медведей тут к тому, чтобы потерпеть свое второе поражение к ряду. В этом сезоне. Ну и что касается дальнейших игр команд, то Северный Легион на 8-й неделе чемпионата ожидает у себя дома команда Спартанцы. Там будет очень интересная заруба в Москве. Интересно будет, естественно, за этим понаблюдать. Но что касается медведей, то у себя дома они примут своих друзей, соратников, московских патриотов. Вынос по центру. Здорово, сорок первой номер команды Северного Легиона. Святослав Корничук захватил. Ара Ямбека. Вкладка и пошел вынос в левую сторону, но не такой далекий, какой хотелось бы в команде Медведей. Третьи и шесть. Ну, возможно, какой-нибудь такой, знаете, для самих себя. Чтобы почувствовать уверенность команде Медведев на дальнейшее их участие в этом сезоне, попытаться все-таки наврать очки на этом нападении. Духметное предупреждение. Тайтэнд перестраивается, усиливает левую сторону. Еще одно перестроение. Очень интересная вкладка сейчас получилась. Многочисленные фейки. Многочисленные фейки. Ждем вердикта. Нелегальная формация у хозяев, у гостей, у гостей, у команды Медведей. Четвертый даун. Вкладка. Прорывается. Михаил Земсков. Первый даун набирает. Первый 10 с центра поля. Как мы и говорили, возможность у Медведей Немножечко себя встряхнуть На дальнейшую часть сезона На мажорной ноте для себя закончить этот матч Вынос хороший Пошел в левую сторону Первый даун И внутрь 30-ти забираются Внутрь 30-ти ярдов Сам потащил мяч Квартербэк И выходит мяч в вау Второй 10 Да, второй 9 Один ярд этим выносом Мэтью Кершин Набрать сумел Второй 9 Тос на раненбэка И прорыв еще один в правую сторону Еще не огромный по большому счету набор ярдов Но тем не менее он и есть Третий-четвертый номер команды Медведей Денис Халимон Третий-четвертый номер Третий-четвертый номер Медведей Кершин Передачу надо ее делать Да, он ее делает Есть прием Что дальше? Дальше захват Дальше захват Прихватили Михаила Янова Оставили его проход Естественно, четвертый номер нужно играть И, конечно, еще время останется Все Тайм-аут Тайм-аут Верет Медведи Действительно, во них тоже Они тоже хотят все-таки Завершить этот матч на мажорной ноте Пытаются сейчас Попытаются воплотить Наверняка будут играть В зачетную зону Потому что с такой позиции Почему бы и нет Продолжение следует... Керши, передача Перехват Нет, перехвата не будет Но в любом случае Потеря на даунах Хотя был сейчас близок очень К тому, чтобы поймать этот мяч Лайнбекер Легиона Ну что ж Последнее владение Судя по всему Будет в этом матче Первая победа И В ряд Таких команд Нынешнего сезона Как Грифоны Патриоты Спартанцы Витязь и Юнайтед Войдут Легионеры Именно эти команды Имеют в своем активе Как минимум Одну победу И более того Сравняются они с Юнайтед До Сегодняшнего матча Юнайтед и Патриотов По количеству побед и поражений Будет у них по Один Тире Два Ну а Медведи Потеря на свое второе поражение Останутся наравне с бунтарями Двумя единственными командами Которые пока что не знают Радости победы Бунтари будут играть сегодня Против Спартанцев на выезде Конечно шансов там не особо много Но чем черт не шут Все Дорогие друзья Матч на этом заканчивается Северный Легион Одерживает очень важную для себя победу Прерывая двухматчевую серию Поражений Со счетов 29-7 Санкт-Петербургский Северный Легион Одержит победу над Московскими Медведями Первая победа Северного Легиона Вот она Случилась На этом все дорогие друзья Спасибо всем огромное за то что были с нами Спасибо коллегам за работу С вами был коммендатор Андрей Менко Смотрите Матчи Лиги Американского футбола В прямых трансляциях Услышимся До новых встреч Пока Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok